здравствуйте друзья мы со светланой едем по сан-франциско точнее уезжаем уже из сан-франциско мы навещали бабушку светину маму и естественно зашли в русский магазин тут у нас есть любимый русский магазин мы про него снимали даже сюжет вот инна и миша магазин они там рассказывали по жизни но на и миша я здесь вот и у них свой цех там в подвале они там коптят и рыбку и колбасы делают а такой как бы магазин с этим вот возникла у меня тема я говорю давай света поговорим о русской еде в эмиграции и ностальгии может быть вот как русская еда помогает бороться с ностальгией а может быть шире вообще русская еда ну вот свое время я когда читала не читала смотрела видео этого виктора толкачева у него была некоторая теория которая такая была псевдонаучная поскольку ни на чем не опиралась но это были его умозаключения о том что вот там где человек родился и ту еду которую он привык есть от это еда якобы сделаны вот в том месте где он родился содержит какие-то химические элементы и минералы которые человек употребляет с детства и потом если он уезжает в эмиграцию то он начинает ему не хватает именно этих минералов то есть другом месте допустим еда выросшая в другом месте не содержит уже тех самых минералов и поэтому ему было плохо и он судил в основном о своем опыте когда ему приходилось долгое время жить в африке и он умирал там он хотел черного хлеба которого не было и в общем нам эти вот желания очень знакомы на черном хлебе я помню что когда мы вот первые годы когда вы приехали только и так все было интересно я спрашивал в разных русских магазинах что в основном люди берут самое популярное что они все говорили что это черный хлеб и селедка но дело все в том что черный хлеб черному хлебу рознь это правда ой правда вот и здесь есть всевозможное количество всевозможных бейкер из которые даже и говорили немецкие да немецкие пекарни которые нам очень близки в целом по вкусу там где речи за черным рожаном до черного жены к но тем не менее у всех у них совершенно разные привкусы вот пока ты найдешь свой собственный хлеб пройдет очень много времени то есть когда мы приехали мы естественно покупали самый дешевый хлеб такой который был похож на воду для нас это было на бутерброды да для нас того новинка нам очень нравилось что он не черствеет такой прикольный хлеб никогда никогда в общем с ним было все прикольно потом со временем этот хлеб уже чувствую что он как бы не лезет уже и со временем начинаешь просто искать хлеб который удовлетворяет каким-то твоим вкусовым запросам ну цвет они правильно ли будет сказать что когда ты приходишь в русский магазин то они на самом деле даже если хлеб не специфически русский или да и даже не из немецкой бейкеры они все равно подбирают такие хлеба которые нам близки но вот ты понимаешь как вот у меня получилось это я по своем личном опыте что я оказалась смысле хлеба большая привереда вот и просто не лезет у меня хлеб такой вот который как бы даже продается в русских магазинах да ты что да причем иногда например вот я знаю какой хлеб могу съесть у нас есть такой большой магазин который выпекает сам хлеб они добавляют туда самое нет 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 они добавляют во первых орехи во вторых они добавляют клюкву туда и это вроде вкуска есть но этот хлеб он больше похож на пирожное и конечно он вкусный с любой едой он не как сладкое блюдо идет он безусловно идет с едой но он его много не съешь то есть это хлеб вот именно так полакомиться и все это не должно ведь появилась раньше недавно поэтому был другой хлеб который был вкусный только вот типа рижского хлеба похож на рижский но тоже был вкусный только один или два дня потом уже невозможно будет но что-то произошло как-то много-много-много лет назад я случайно нашла черный ржаной хлеб одной бейкере из города ватсонвилл так и они делают черный хлеб по моим воспоминаниям это тот самый столичный хлеб который вот я извиняюсь продают его где его продают в очень особых магазинах его не всюду можно купить так его иногда продают в некоторых русских которые договорились на некоторых русских магазинах вот мы еще отовариваемся это иранский очевидно магазин рядом с нами там его привозят ближневосточный такой несколько раз в неделю да но вот этот хлеб немножко его поджарить и это таки да вот и смысле в поджаре 100 стрелоке вот и это таки да мне кажется что это таки да тот хлеб который нужно и я не могу покупать любого даже здесь продается сменам хлеб вот эти кирпичики совершенно это что-то все не то я не могу любить любитель вот ну и соответственно да а у нас долине есть какое-то количество русских магазинов и миша их неоднократно показывают даже есть где больше немножко побольше и у них больше ассортимент немножко поменьше меньше ассортимент каких-то обновляемость более быстрый там с более свежие продукты и так далее ну если народу если круговорот так сказать народу больше то соответственно у них больше ассортимент и там не успевает засохнуть да но вот дело в том что уже то что были то что доступно например вот хочется чего-нибудь такого поеду-ка я в русский магазин и куплю что в сан-франциско нет 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 там у нас долине и вот эта доступность всего да когда ты можешь любой момент есть на машину поехать и что-то такое купить приходишь в магазин и думаешь вот это я не хочу вот это мне надоело и как-то вроде бы взять нечего опять икра скучно да вот и в этом смысле вот сейчас мы отоварились в большом гастрономе таком сан-франциско получается такая история что мы сюда приезжаем редко и уже приходишь магазин и тут есть вещи такие которые хочется попробуйте купить у нас получается такой мини праздник новый он он и миши у них такой мини праздник там еще пробовать дают да и берешь такую зубочистку деревянную и значит тут колбаску такую как там два десятка этих колбасок лежат по лесам их делает это попробовать такую колбаска секунд в общем короче говоря когда мы возвращаемся с сан-франциско и вот заходим к ним магазинчик то нас получает такой мини праздник мы набираем там на большую сумму сразу потому что делаем это нечастно нам всегда подарок дают и спрашивают вы подарок чем будете брать подарок это когда ты там набрал я не знаю на 100 регуляции да но нам сегодня дали два подарка нам дали две коробочки конфет даже три подарка до 2 коробочки конфет и еще баночка ли может быть и продавщицы какой-то близкий человек учился в нашей школе я знала себя не узнали иначе бы они сказали да ну может быть может не просто видит человек хороший у нас просто полюбили просто так запросто так за хорошие покупки вот друзья вы видите немного кусочек сан-франциско видите какой кошмар да и смотрите воскресенье вечер и какой трафика еще не такой вечер и двух шести часам да надо люди и приехали в городе в том что в долине то жарко и мы проверили сегодня все побережье фактически только вот где мы были вчера как мы бы и было прохладно навсюду даже санта-крузе было жарко мы решили там уже не сидеть на этой жаре мы смотрим на карту и думаем ну куда вот сегодня а там вроде всюду жарко двум нет тогда в сан-франциско вот и сан-франциско поскольку не жарко очевидно все эти люди из долины приехали провести деньги не надо так гадать у них могли быть дела вот может быть они тоже навещали бабушку я шучу а я тоже мне сюда вот варить какая красота вообще необыкновенно вот это вот город сан-франциско так и немножко сказочный немножко нереальный район солнце немножко смешной закат очень замечательно красиво да здесь очень много вот того чего у нас последнем видео было там про лгбт ты знаешь все это мне значит несколько человек после того как я видео с девушкой ланой повесил она объясняла как полить политическое убежище получать вот по этой линии но на самом деле у них как бы много информации которая в политическом убежище полезно за пределами лгбт тоже как бы мой главный интерес в этом и мне несколько человек написали восхищаясь как какой я смелый свет что я вот так смело девушку показал вот которая вот принимаешь я думаю ну надо же оказывается для этого смелость какая-то нужна я скажу дело в том что мы уже вот в этом году будем праздновать 25-летие нашего проживания в америке за эти 25 лет у нас тоже конечно произошли подвижки в отношении к определенным проблемам да скажем в частности к этой тоже в частности к этой тоже и на самом деле мы относимся к этому очень умеренно это каждый человек волен жить ту жизнь которую он сам себе выбирает и ничего предосудительного в этом нет и кто его знает то что побудило его именно к такому выбору но это его выбор и мы не вправе никого осуждать это их жизни в общем мы вполне умерли к этому относимся многие люди могут очень там серьезно возразить почему их это касается когда другие делают такой выбор потому что у них дети потому что они смотрят миллион миллион аргумент я могу дать но мы действительно мы действительно вот прошли некоторую школу здесь и перестали к этому относиться негативно мы мы были достаточно негативно настроенными 25 лет назад то есть нам это казалось аномальным мы выросли в обществе когда за это дело 7 лет тюрьмы давали да но дело в том что например сами мы бы так не поступали если бы что-то такое произошло с нашими детьми мы не знаем как бы мы к этому относились но если у других людей такие вещи но это же нас лично не касается в конце концов почему мы должны быть нетерпимыми к этому мы прошли некоторую эволюцию я не хочу сказать что все прошли и я не хочу сказать что если бы мы остались в ссср там в россии жили бы сейчас да мы бы мы бы наверное мы про нас про себя да мы бы наверное тоже относились к этому хуже чем сейчас да я даже больше скажу у нас в офисе работала женщина много лет назад прошло уже это у него казалось что у нее цен нетрадиционная ориентация и она как-то прошла видно тоже у нее наверно период как к этому относиться да а ему было 16 лет это выяснилось выявилась очень ранним она отнеслась к этому с пониманием и более того она отнеслась к этому с поддержкой то есть она стала его поддерживать и я думаю что это помогло ей сохранить с ним нормальные отношения и чтобы там ни было будут ли у них там дети иногда очень эти семьи они приемные семью где они взяли двух приемных детей ни одного а двух до этого не рожают девочки савер от девочки да ну мальчики то не могут вот и берут себе приемных детей и воспитывают их этом в общем-то полноценной семье занимается у нас тут мотоциклист рядом стал и за него бибикает красивый такой у него мотоцикл я не вижу полностью что там направь на него сейчас уже уедет да вот поэтому такая жизнь вокруг да и на самом деле это отношение вот я хочу лучше сказать я хочу сказать об отношении что очень многое в нашей жизни зависит от того как мы относимся к каким-то событиям потому что эти события существуют без нас они существуют сами по себе и они не плохи не хорошие они есть такие какие они есть и вот если мы относимся к ним нормально да к этим событиям то и это на нашу жизнь никого влияния не оказывает если мы начнем это судачить и говорить что-то плохой об этом это плохое но переходит обратно кружек нам при я кстати совсем недавно говорил вот про то что вот есть есть вещь а есть отношения вот все все в отношении не самой вещи конечно потому что сама вещь она не она не она никакая на не хорошая никогда не родная такая какая она есть ты видишь это мы начали с русской еды вынырнули неизвестно где и я думаю может быть вот это снижение процента русской еды в нашем рационе привело к либерализации наших взглядов а у нас нету снижение процента русской еды так ну-ка расскажи давай про нашу семью расскажи что у нас с русской едой ну ты знаешь что вот я не знаю но как-то наверное вот я не могу согласиться при столкачева что те минералы которые находятся в той еде что вот они определяют пристрастие до пищевые я тебе но я хочу сказать что да как-то я могу сходить любой ресторан да и в китайские в итальянские в корейские и суши но сказать что я могу каждый день кушать еду из ресторана я просто не в состоянии это мне она мне неинтересно как бы из русского не могла и вот а из русского бы я наверно могла бы потому что я дома эту еду делаю но просто готовка общественного да вообще битовская она тяжелая ничего если такой вот наш такой магазин где они делают нормально домашнюю еду я читал где-то что вкусовые предпочтения складываются в возрасте где-то до там 12-13 лет то есть после 12-13 лет человек абсолютно как бы уже завязан на какую-то с собой уголить моя внучка я ее набираю раз неделю и после этом секции восьмилетнюю и кормлю ее ужином да и она каждый раз спрашивает бабушка что-то мне приготовила так вот как-то раз что-то я пошла магазин фарша к это хотела купить а потому что мы сами его естественно куриного не крутим до куриного а его не было вот так вот и не было фарша все остальное мясо как-то так мы встану все-таки курицу дюшку едем вот и я увидела там такие красивые были бергеры такие красивые с этим самым с кусочками сыра там что-то такое в общем на витрине все выглядело очень красиво я думаю саша же у меня американка бергер это почти котлеты куплю я этих бергеров и значит вот покормлю купила этих бергеров но саша есть не стала скажу сразу проклад американские котлеты я их не люблю а любит она бабушкина куриные котлеты вот так вот то есть мы выходим из положения буквально вот что называется сами тоже как интересно и никакого и никакой минералов нам не надо а вот скажу так что в смысле минерала нужно покупать органическую еду ну а пиццу бы она ела и пиццу да а пиццу понимаешь как вот смотри я тоже могу есть пиццу да вот как мы же и очень редко ездим я уже даже не помню когда последний раз ели но например вот в раз какой-то большой срок съесть пиццу это даже удовольствие но не каждый день на есть кусок пиццы по каждой день есть кусок пиццы не получается вот а каждый день пряди из котлеты там курицу не тушку получается давай так если мы возвращаемся к русской еде немножко вот русская еда и аналогично по ну по типу по качеству американская еда и в целом выражении то есть американская дешевле нет но подожди секунду ну и тот же элемент готовки все что американская приготовлена намного все дороже то есть как только ручный труд вовлечен это все сразу на же надеюсь ну нет нового дела то что вот например то обычные наши котлеты versus американский метлов сравниваем с американским метлом метла и метла венчу нет это обычно мясной рулет но я как бы его и там не очень любила да как-то в нем чего-то не хватает за что он по назывался хоть чайный хлеб как-то нет он не в кулинариях он продавался это называлось мясной рулет с яйцом подойти там было яйцо а вот такой было слушали был кау и хлеб колбасный как-то назывался колбасный он прямо был как я знаю чем-то нашел похоже на такой хлеб но это была самая дешевая чайная колбаса в таком раскладе мы никогда не покупали да с такими слезками да она была очень какая-то не правда а здесь это митлов и он вполне сносного качества и точно этим уверяю что там нет ни никаких таких плохих особо продукт все это не то котлетки куриные то еще нет меня да друзья куриные котлетки а вот котлетки по-киевски это как ну котлеты по киевски она не является котлетки вообще-то да ты что-то белое мясо закрученные зажаренные в сухарях и там внутри могут либо лежать или сырочек или что-то такое то есть она прямо смысл это не котлеты это просто так хорошо все таки вот давай так мы когда приехали в америку русской еды купить было практически невозможно был какой-то маленький маленький вот размером с два моих автомобиля магазинчик да не но был же этот мишин гастроном то есть но тут был далеко где-то существовал да да там рубили мясо до того но дело все в том что тогда в этих магазинах ассортимент товаров был крайне низкий поскольку небольшой особых отношений торговых с россией тогда еще не было и здесь вот эта индустрия миграционными сейчас же есть очень большие фабрики русские нью-йорке которые и в нью-йорке у нас есть очень хорошее вот это колбасное изделие фабрики алекс мит они очень вкусные хорошие они продаются во всех русских магазинах ты знаешь что из нью-йорка и 20 лет назад привозили еду это там там это была развита индустрия до нас не доходило сейчас например вот этот лайфы и кефир он стоит даже американских магазинах кефир пробился на американских рынок а раньше этого не было американцев вот но когда мы приехали не было молочных продуктов русских это они попозже появились были только что пришел на вафельные тортики колбасы да колбасы были и все собственно не было кулинарии особо никакой еды привезенной из бывшего ссср не было еда была либо там скажем халва была из болгарии тортики были из польши консервированные огурцы помидоры были болгарские молдавские я как-то купил к банку икры баклажаны молдавские банки молдавского производства у меня была изжога у меня изжога в америке было два раза один раз когда я ел молдавскую икру баклажанную второй раз мы пошли здесь польский ресторан и там были голубцы там были голубцы вот у меня была изжога это так необычно то есть в ссср у меня изжога была через день у меня была сода я брал на кончик чайные ложечки водичкой запивал и вот так боролся а поднялась сейчас я хочу сказать что очень вкусная на самом деле она тоже появилась не не так давно может последние 5-7 лет баклажанная икра я даже не начну это про русских магазин да это производство вот это вот как она называется фирма зергут зергут я даже не знаю кто производитель не могу сказать то что там написано по-английски все никогда не смотрели но это и краток действительно хорошая баклажанная икра замечательного хорошего то есть вот эти все ностальгичные почему я сказал что лукачев это как бы не совсем научно сделал потому что можно здесь вполне найти себе адекватный рацион в котором с местными минералами в котором ты будешь чувствовать себя вполне хорошо вот но очень смешная история была у нас что когда приехал один человек из россии и меньше такой полной гордости повез его в русский магазин а он только-только приехал в беларуси и показывает у нас что жил по жить можно районного масштаба русский магазин где всего-то там может быть три притопа два приходу с гордостью просто показывал он не понимал в чем дело собственно что ему показано только что уехал где оттуда где всего этого на полках 1 вал но прошли годы вот этот товарищ стал очень таки ценить русские магазины еду русскую и так не отказывается ну потому что когда только приехал тебе хочется попробовать другого ты хочешь мексиканского ты хочешь итальянского ты хочешь там американского я извиняюсь греческого да а так вот а тянет на русскую еду нет я скажу так где человек хочет покушать русской еды значит либо ее там много и она есть или ее совсем плохо ее нет но израиль такое место где люди любившие покушать в сср допустим они они могут очень хорошо самореализоваться в америке конечно в целом такого такого буйства нет ну что интересно что какие у нас произошли изменения наверное нас сознание да вот интересно мне в россии никогда не пришло в голову например делать салат буквально из всего что есть под рукой а здесь когда приходишь американский магазин они там салаты вообще не поймешь что там какая-то холодная картошка с майонезом но это есть такая вещь называется патритоселад да но несъедобная абсолютно но дело не в этом дело в том что даже если она несъедобная она дает тебе некоторую идею в том что салат можно делать абсолютно из всего и вот как только ты вооружишься этой идеей у тебя появляется море фантазии вот из чего же можно например сделать салат например давай ну например сегодня мы ели с утра салатик да и всего-то ничего нам не было не пришло смешивать да это была морская капуста с заправленный уже такой довольно такой остренький салатик сэсами синзы там какой-то заправкой да я его смешала с на русский бы мы сказали все за месяц это семена чего ну неважно семена такие так не знаю все сами да вот и у нас это называется айсберг капуста айсберг я даже не могу сказать что это такое это очень нежное капустное листья но очень нежное это не обычно капуста такая как будто молоденькая капуста очень тонко порезал вот такой прям соломочкой тоненькой тоненькой и вот с морской капустой и с огурчик а почему без помидорчик а потому что помидорчик мне кажется туда не должен идти хорошо это показала а вот если допустим чесночком или лучком зеленым пытался я подумала так себя спросила годится ли сюда лук да и потому что нет это тебе сверху я вот это чуть-чуть его посолила и все салат был очень хороший хороший очень такой нежненький свеженький замечательный салатик а ты в последовательно забыл то время когда мы жили в москве да что лимона были таким дефицитом что его не то что там салатом и вы экономили чтобы чашечку чая то положить в антик лимонные тоже они дорогие поэтому там по тем временам лимона я помню я не помню по тем временам это не выжимали короче на салатик ну что же то есть суммируя света твои взгляды я могу сказать что жить можно да вот я сегодня тоже вспоминал пушкина александра сергеевича значит там из царя салтана значит там путешественники приезжают их сразу к царю на манера не было интернета пойти не было газет и они вот все новости узнавали от путешественников и и вот эта фраза значит ну а сейчас от блогеров то же самое значит замарим житье не худо да да вот значит то есть на самом деле с тех пор мало что изменилось то сабарим житье обеспоко но и было не худо и мы не знаем но 8 по всяк случае вот сейчас как бы покушать есть чего хочешь русского тебя русского а уж там итальянского ирландского там какие-то не скажу что например сколько-то лет назад осетрина не пользовалась очень большим спросом магазина в американском а вообще-то рыба здесь дорогая то есть рыба дешевле там пяти шести долларов за полкило вот она не пользовалась большим спросом и поэтому она была в цене где-то 7 долларов за полкило это у китайцев на самом деле в дешевом месте сейчас поскольку все-таки русское население прибавляется то есть то есть осетр пошел вверх вообще цены как нам нужно про нестать уверен да что происходит значит у нас есть любители которые на дому коптят рыбку причем хорошо коптят рыбка профессионально все уже не туда добавляют я не знаю не то что там это какой-то большой такой торговый бизнес это не коммерческая а сетр у нас местные друзья из сакраменто рива да вот я говорю такая чепуха как кассета да у нас есть у меня воспоминания детства наш какие что мы как-то идем с родителями по киеву и там тоже был магазин рыба назывался как вам даже некий а назывался рыба свежая рыба вот и вдруг там продается осетр по 5 рублей за килограмм это дуру копченый было очень дорого при зарплате но там осетр был вот такого диаметра намного больше чем как футбольный мяч дали громадную вот и там они тонко-тонко нарезали это был такой деликатес вообще невероятный у нас есть у нас есть такие ставридки да то есть они как бы совсем маленькие то такие да есть небольшие вот такие вот таки они просто ты можешь прийти в магазин давайте ставридки плавают это тоже осетровая рыба она может быть в диаметре садом 5 сантиметров 6-7 не дали я прям при тебе с очком вытаскивают по балде и грохают да и все нет этих осетров привозят нам из сакраменто вот и значит наши знакомые коптят его и вот мы получаем такую рыбку уже копченую это надо сказать что очень большой деликатес поскольку мы делаем это не так часто это она в общем такая уж прям и дешевая рыбка получается на какой-то там оказия или праздник или что-то вот когда свет и битчет и лакомство у меня прямо волна возмущения почему потому что когда я вырезаю себя несколько кусочков полакомиться света мне норовит какой-нибудь гарнир в пиндюрить там рагу какой-нибудь я говорю хотел полакомиться она говорит это же тени и лакомство еда лакомство я не в том что просто взял рыбу поел а чего не просто подел не пою я я друзья когда доходит до седра копченого беспредельщик а это всего остального нет но ты прям все выдаешь сейчас купили в русском магазине то что называется шейка утина нет какой-то одежда чья а скажи мочевая я точно не знаю мне кажется что на листину да ты что но очень симпатично дело в том что я помню что шейка шейка это было какой-то вообще друзья в наше время простая ветчина буду деликатес так вот это шейка можно ее покупаем не первый раз и она есть только вот в этом магазине но это очень вкусная штука конечно спасла гастрономной тематика . как это чехотер голодный любит я думаю что вот ребята молодые которые нас слушают и которые просто не жили в такое время когда любая еда вызывала бурный интерес то что никакой особо не было вот и я помню когда приехал сама когда приехали мы в америку и мы тут у меня был англичанин и он говорит а что вот это русская еда это что говорит он и я говорю и затем я как-то задумался я мог бы наверное сказать какие-то растяга и но я никогда в жизни не ел растягая ничего страшного я там я конечно читал там классиков русской литературы я читал москва и москвичи там я этого не ел сам поэтому я говорю ну как как русский русская еда и как ну фактически все что можно скушать удовольствием это все русская еда там печена вот этот гости пришли что вот на стол я говорю но вот печену он как что и он как что из банки я буду до гостям из банки тогда это был я помню я училась на первом курсе у нас в бюджете продавалось 30 рублей стоило все степенье было 40 30 рублей стоило огромная металлическая банка высокая такая еще было не купить да и покупали потом целый месяц этот англичанин поехал домой на родителей навестите девушку не что было ну и я им говорю саймон горю вот сейчас приедешь в англию вот сойдешь самолета доедешь до дому там до родителей что ты первым делом сделаешь и он знаешь так глаза закатил и говорит пойду в пап и возьму фиш и чипс так нет нет не фиш он стейк стейк ведь все ты знаешь что у них видно как ну наверное это очень такая вот две страны рядом франция и англия и вот насколько англия незатейливая да ну хорошо друзья гастрономическая тема бесконечно практически я уже чувствую батареечку меня садится так что я думаю мы со светой можем неоднократно возвращаться к этой теме а вы друзья тем временем если у вас есть вопросы какие-то вы задавайте и соответственно мы тогда постараемся ответить хоть про еду хоть про что счастливо